Девять уголовных дел и полкилограмма гашиша в Малой Вишере полицейские задержали подозреваемых в торговле наркотиками. Я вас всех здесь положу. Суд определился с наказанием для дебошира, развязавшего драку в областной больнице 23 февраля. Шлем, противогаз и 28-килограммовый ящик с патронами. Правоохранители в восьмой раз провели соревнование на стадионе «Волна». В Малой Вишере полицейские задержали подозреваемых в торговле наркотиками. Все задержанные местные жители в возрасте от 33 лет до 41 года. Предварительно установлено, что участники этой группы приобретали наркотики в северной столице и реализовывали их жителям Малой Вишеры. В следственном управлении УМВД России по Новгородской области по фактам незаконного оборота возбуждено 9 уголовных дел. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Во время обысков по месту жительства шести подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли почти полкилограмма наркотического вещества гашиш, приспособления для потребления наркотиков, электронные весы, муляж ручной гранаты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовных дел. По ходатайству следователя в отношении трех из шести задержанных фигурантов уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается. Деньги лишними не бывают, даже если чужие получены за сокрытие преступления. Боровическая межрайонная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении специалиста управления Роспотребнадзора по факту получения взятки. По версии следствия в сентябре 2017 года подозреваемая по поручению прокурора Хвойнинского района в рамках задания прокуратуры области проверяла организации, оказывающие ритуальные услуги населению и выявила нарушение в виде отсутствия заключенного договора поставки между ООО «Палитра сервис» и местным индивидуальным предпринимателем. Однако в справке по итогам проверки данное нарушение не отразило, за что получила деньги от организации в размере 20 тысяч рублей. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Боровического межрайонного прокурора. За месяц в курортном районе нашей области произошло сразу три особо тяжких преступления. Но это стечение обстоятельств, а не взаимосвязанные события, пояснили правоохранители на специальном брифинге. И два из трех преступлений практически раскрыты. Бывший дальнобойщик, обвиняемый в убийстве коллеги, с кем когда-то работал на одном автомобиле, сейчас находится под стражей. Стала ли причиной ножа в спине потерпевшего крупная сумма денег, которую обвиняемый после расправы благополучно присвоил, пока вопрос открытый. В ближайшее время будет принято решение о выделении материалов в отдельное производство и направлении их в следственные органы МВД для решения вопроса, прописционального вопроса о возбуждении, либо о подказе возбуждения уголовного дела, связанного с хищением чужого имущества. Во втором преступлении огнестрели 12 сентября, где пострадал 20-летний парень, вопросов пока больше, чем ответов. Они касаются обстоятельств преступления. По имеющейся у нас информации, сейчас у правоохранителей появилась новая версия – самострел. Напомним, до этого сотрудники следкома озвучивали, что пострадавшего расстреляли из автомобиля. Но подробностей на брифинге журналистам получить не удалось. В интересах следствия правоохранители были немногословны. Подозреваемый там не задержан. Там избрана другая мера пресечения подписка о невыезде. Так скажу, очерчен круг лиц, с кем сейчас работают правоохранительные органы. Подозреваемого же в убийстве валдайского риэлтора задержать пока не удалось. Но есть его приметы. Сейчас с их помощью пытаются вычислить преступника. Я вас всех здесь положу. С такими словами, 23 февраля пьяный новгородец развязал драку в областной больнице. Противниками Алексея Головина стали охранник лечебного учреждения, медсестра и санитарка, которые пытались оказать ему медицинскую помощь. Минувшую пятницу суд определился с наказанием для дебошира. В февральскую ночь Головина доставили из питейного заведения в приемный покой с рассеченной после драки бровью. Когда новгородец протрезвел, осознал, что на его счету сразу пять преступлений. Алексей Головин неоднократно менял свои показания. Это были и признательные показания. В дальнейшем в какой-то части он отказывался от признательных показаний. По мнению органов предварительного следственного указана позиция обвиняемого, связанная с линией защиты. И могу сказать, что вина Алексея Головина полностью подтверждается, собранная по делу доказательствами. В конце апреля, когда процесс только стартовал, Алексей Головин раскаивался, просил прощения у потерпевших. Но со временем вместе с адвокатом поставил под сомнение и медицинские заключения о травмах пострадавших, и даже видеозапись с камер наблюдения, намекая на монтаж. А в ходе прений снова внес новые коррективы. В ходе выступления в прениях Головин заявил о том, что он в том числе частично признает статью 319, а именно оскорбление пристрелить в власти при исполнении ими своих должностных обязанностей. В связи с этим вынуждены были возобновить следствие, допросить по этому поводу Головина. Он указал на то, что он частично признает вину в совершении, что он, да, высказывался, но не совсем согласился с обстоятельствами конкретными, некоторыми. В итоге Головин частично признал вину в совершении четырех преступлений. Суд сделал свои выводы. Вариант монтажа видео, некорректного диагноза пострадавших от ударов медиков, были отметены. Головин признан виновным. В соответствии с частью 2 статьи 69 УК РФ в совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначено виновным Алексеем Юрьевичем. Наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбуками наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания числает 22 сентября 2017 года. При этом в срок наказания зачтен период содержания под стражей. Кроме того, суд удовлетворил и гражданские иски медицинских работников. И еще в Великом Новгороде осуждены местные жители, устроившие весной перестрелку в ночном клубе метро. Братья признаны виновными в грубом нарушении общественного порядка и в причинении вреда здоровью средней тяжести. Судом установлено, что в ночь с 21 на 22 апреля у братьев произошел конфликт с охраной и посетителями клуба. Их попросили удалиться из заведения. Мужчины послушались, но вернулись с оружием в руках. Один из братьев открыл входную дверь в клуб, а второй выстрелил в открытый проем. В результате преступных действий посетителю клуба причинено телесное повреждение в виде огнестрельного ранения стопы. Вину в совершенных преступлениях подсудимые признали полностью. Приговором суда Виталию Кудряшову назначено наказание в виде двух лет десяти месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, Ивану Кудряшову по совокупности преступлений в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Во вторник судебные приставы приостановили производство мясной продукции на Хутенском проезде. Нарушителей людям в погонах, правда, удалось найти не сразу. Должник ждал в одном из неприметных кабинетов с совершенно спокойным видом. Не ожидал бизнесмен лишь того, что после вручения документов о приостановке деятельности приставы отправятся опечатывать холодильник для хранения шпика. Сейчас камера пустует, но претензии у Роспотребнадзора были не только к установке. При дачу сотрудники Роспотребнадзора при проверке не обнаружили контейнеров для сбора пищевых отходов, нет отдельного помещения для хранения инвентаря и вишенка на торте. Сотрудники этого цеха работали без медицинского обследования. В пределах 24 часов мы обязаны возбудить исполнительное производство, выехать на место совершения исполнительных действий и приостановить деятельность до устранения нарушений, которые прописаны в исполнительном документе. У предпринимателя есть 30 дней, чтобы устранить все нарушения. Это срок ареста. Если после повторной проверки Роспотребнадзор их не найдет, то бизнесмен сможет продолжить производство шпика. Уже в нормальных санитарных условиях. Если же претензии останутся, арест будет продлен. В последние два года в нашей области сокращается количество преступлений, совершенных в общественных местах. В этом есть и заслуга народных дружинников. Сейчас в регионе их более четырех сотен человек. Как развивать направление дальше, говорили на третьем открытом форуме прокуратуры. При создании народных дружин не обойтись без крупных предприятий, отметили правоохранители. В пример можно привести Новгородский водоканал. Сотрудники МУПа уже не один год помогают полицейским патрулировать улицы областного центра. На форум были специально приглашены руководители промышленных организаций. Все они подтвердили, что готовы работать в этом направлении. Еще одна проблема, которую обсудили на форуме – преступление в киберпространстве. По предложению в РИО губернатора области Андрея Сергеевича Никитина мы проработали вопрос создания кибердружин из числа молодежи с наиболее активной жизненной позицией. И сегодня мы хотели бы обсудить возможность организации их деятельности на базе студенческих объединений и молодежных групп. В Новгородском университете есть техническая база и специалисты для формирования кибердружины, отметил ректор вуза Виктор Вебер. Начинающие программисты готовы следить за информацией в глобальной паутине и отсеивать из доступа сайты запрещенной информации. А кто-то, между тем, по-прежнему не любит платить налоги. Но придется. В областном центре бизнесмен несколько раз предоставлял в налоговую службу декларации с заведомо ложными сведениями. Так незаконно сберег более трех миллионов рублей. По версии следствия, предприниматель из Великого Новгорода мухлевал с выплатой налогов с 1 января 2013 по 30 декабря 2015 года. Его бизнес строился на розничной торговле домашними животными и кормами для них. Путем внесения бухгалтерский учет и налоговую отчетность заведомо ложных сведений за указанный период, а якобы проведенный с контрагентами финансово-хозяйственных операций, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога с физических лиц на общую сумму более трех миллионов рублей. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход результата расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Великого Новгорода. И в завершении выпуска о том, как под звуки торжественного марша на стадионе «Волна» в минувшую субботу на построение вышли 15 команд. Кроме полицейских в традиционных соревнованиях, которые в этот раз проводились в восьмой раз, приняли участие сотрудники отдела Росгвардии, УФСИН и МЧС. Первый блок испытаний – военизированная эстафета среди территориальных органов внутренних дел. И это, как всегда, непросто. Бег на скорость – слишком простая задача. Чтобы не было легко, на каждом отрезке для правоохранителей приготовлены бонусы. Шлемы, бронежилет, противогаз, 28-килограммовый ящик с патронами. А после столь непростых испытаний правоохранителям необходимо продемонстрировать еще и метскую стрельбу. К этому дню команда Новгородского района готовилась вдвойне усиленно. На шестом этапе, где нужно снаряжение магазина автомата «Калашникова», город опять нас обошел. Ровно точная копия соревнований прошлого года. В прошлом году они выиграли, в этом году нам удалось отыграть тот отрыв, который они нам сделали. В итоге правоохранители из отдела «Новгородский» все-таки добились цели и на финишной прямой вырвали победу у коллег из городского подразделения. Второе место выставили среди территориальных органов внутренних дел за Чудовским районом. Великий Новгород в этом году закрыл тройку победителей. После соревнований на площадке стадиона прошли несколько показательных поступлений. И это все на сегодня. Напоминаем, что все выпуски программы по-прежнему можно найти на сайте Новгородского областного телевидения и в нашей группе ВКонтакте. Вы были на территории закона. Увидимся ровно через неделю.